В постель не попадают уже мужчины, которые не прутся от тебя, и от которых ты сам тоже не прёшься. Здравствуйте, это подкаст 45+, подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находятся где-то в середине пути. Я его ведущая Юлия Зинкевич, и у меня в гостях сегодня моя подруга витальная и фертильная Люба Гурарий. Привет. Привет, Люба. Если бы вы видели Любу, мне кажется, что многие из вас её знают. Это роскошная женщина с копной кудрявых волос до пояса. Если вы никогда не видели Любу, я вам просто опишу несколько сцен характерных для неё. Люба и вокруг толпа подростков. И все чем-то заняты, и всем хорошо. Люба вокруг толпа подруг. И все ржут в голос, и всем опять хорошо. Люба – это просто живая жизнь. Кроме этого, Люба – мать четверых детей, преподаватель и одновременно студентка. Но я думаю, она сейчас сама про себя расскажет чуть больше. А тема, на которой мы будем сегодня говорить – это телесность. Изначально мы с Любой в очередной раз ржали на кухне и собирались в эфире поговорить про секс. Но потом решили тему несколько расширить. И поняли, что наши отношения с телом, они довольно многогранны. Вот мы переберём разные аспекты сегодня. Да, это очень приятно оказаться здесь, потому что обычно герои подкаста – это какие-то профессионалы с такой мощной экспертизой. У меня экспертиза вообще совершенно в другом месте находится, потому что я занимаюсь развитием территории руками сообществ и креативным продюсированием городских событий. А телесность – это просто тема, которая мне очень отзывается, потому что я действительно прошла большой путь эволюционный, местами революционный тоже. Да, потому что четверо детей – я считаю, что это революция для тела, это точно. Четыре революции. Да, четыре революции. Сколько лет твоим детям? Десять, четырнадцать, шестнадцать и двадцать четыре. Ну, нормальный шаг. Нормальный шаг, они уже подросли, я уже пожинаю плоды своего дурного и прекрасного воспитания. Но точно совершенно стало более свободно, потому что они автономные, и у меня есть возможность больше заниматься собой. И это как раз тоже про эволюцию отношений с телом в том числе, потому что если отвечать на вопрос, что такое вообще для меня телесность, это такой контакт с самим собой, баланс физики и психики – это про взаимоподдержку. Я тело, оно меня, и, вне всяких сомнений, про удовольствие. Я вообще по натуре своей кайфажор. И мне кажется, что, ну, конечно, это не смысл жизни все время балдеть и радоваться, но по факту так и получается, что если я не в режиме каких-то острых обязательств, весь мой жизненный цикл направлен на то, чтобы кайфовать. Это правда. Это отлично. И у тебя такой заряд вообще положительной энергии, что это ощущение счастья и живой жизни, оно распространяется на всё вокруг. А для меня на самом деле тело – это что-то очень утилитарное. Однажды я услышала от нашей с тобой общей подруги Жени фразу, что мне вообще интересно про тело. И я была так озадачена, потому что меня вообще не было в тот момент, это было, не знаю, несколько лет назад, мне вообще не было интересно про тело. Вот у меня всю жизнь были определённые ожидания от организма, что спасибо, ноги ходят, спасибо, голова работает, ещё эти ноги могут меня поднять на гору, дойти с точки А в точку Б, и если что-то заболевает, там, плечо заело, так и быть, подлечусь массажем. Но это примерно всё. То есть понятно, что есть какие-то уходовые регулярные практики серии, там, маникюр, покраска волос и что-то ещё, но в целом вообще тело было за пределами моих интересов, я про него никогда не задумывалась. И та же наша подруга Женя в какой-то момент нас всех подсадила, у неё была такая группа «Зелёные богини», и все мои подруги Эйты, наверное, тоже там состояли, и это была отличная совершенно практика. В рамках этой группы раз в полгода мы все осенью, весной на две недели уходили на такой детокс, и для меня это были совершенно вообще непривычные практики, сценарии, потому что в рамках этих двух недель мы ограничивали себя в сладостях и мясе, и ели там в основном всё зелёное, богиня-то зелёное, делали какие-то свежевыжатые соки, а ещё надо было растирать себя массажной щёткой, писать какие-то утренние страницы в дневнике, делать йогу и ещё что-то, чего я никогда в жизни за свои, наверное, в тот момент 40 лет не делала и даже в голову мне не приходило таким образом потратить своё утро, день, вечер. Но это было некоторое такое обретение себя, и я знаю, что и Женя, и ты, вы любите, помимо того, что периодически контролировать то, что попадает внутрь организма, ещё танцы, это вообще что-то за пределами моей рутины. С Женью был ужасно смешной момент, потому что она действительно долго, значит, проходила под... Привет, Женя. Привет, Женя. Не знаю, слушаешь ли ты нас, но ссылочку мы тебе пришлём. Любим тебя. Проходила, значит, вот под хэштегом «зелёная богиня», а потом в какой-то момент... Она такая и есть? Да, абсолютно. Женька просто действительно благородная лань, невероятно грациозная и горячо вновь любимая. И в какой-то момент, значит, когда она встретила своего возлюбленного и начала заниматься всякими деревенскими прикольными делами, она в какой-то момент сказала, слушай, селёдка под шубой, как вкусно! Новый виток. Да, новый виток. Возвращение к винегрету, это было так трогательно, потому что... Ну и смешно тоже. Что касается успеха «зелёных богинь», там была история в том, что это было уникальное поддерживающее сообщество. Многие женщины, с которыми я общаюсь и дружу, они все, отвечая на вопрос, там, вот, мы же все всё знаем, как нужно, какие есть практики, как нужно делать и так далее, но мы не делаем, потому что нам лень или не хватает какого-то импульса или волшебного пинка. И когда ты попадаешь в какую-то среду... Сейчас же очень много всяких разных марафонов того всего пятого-десятого построено на том, что ты попадаешь в поддерживающее пространство. И таким образом ты можешь менять там свои собственные сценарии. Не обязательно, что ты там взял и сразу принял вот все вот эти вот правила игры, да. Можно же не на силу из себя вводить постепенно какие-то. Ты что-то попробовал? Я вообще вот очень любопытный человек. Я тоже, кстати говоря, контакт с телом у меня начался после сорока. Удивительно, да, что к сорока я поняла, что это... То, про что я говорила вначале, что это и про баланс, и про слушание себя, и про хорошее отношение к себе. То есть где-то с сорока, а мне сейчас сорок пять, я начала намного добрее, нежнее относиться к себе. Ну и, честно говоря, в сорок я начала заниматься, вошла в терапию. И в терапию вошла тоже через тело, потому что, честно говоря, психологи не увлекают меня так сильно, правда. Арттерапевты, да, там, может быть, какие-то нарративные практики, но именно как практика, а не как войти в терапию. И вот однажды на Фейсбуке я, значит, увидела пост одной своей давней знакомой, у которой был довольно сложный период в жизни, там, она попала в аварию, ещё что-то. И последний раз, когда я увидела, это была довольно такая грустная, что ли, не знаю, женщина. И тут она вывешивает фотографию, у неё совершенно одухотворённое, разгладившееся какое-то светлое, невероятное лицо. Меня прямо эта фотография примагнитила. Я так обрадовалась, думаю, вот это да, что это такое? И прочитала текст, который там был под этой фотографией, что все, значит, наши обиды запечатываются на лице, все наши дурные эмоции, которые не прожиты, не проговорены и всё такое прочее, они, значит, вот нас там отягощают и всё такое. И вот есть потрясающий практик Елены Родичевой, которая, значит, занимается фейс-йогой. Ну, как бы где я, а где йога и фейс, как бы это вообще две полярные штуки. Но меня так зацепила вот эта вот трансформация реальной лица, которую я увидела на этой фотографии, что я немедленно писала это Елена Родичевой, прекрасный, совершенно удивительный человек, мастер. Она и терапевт, и очень мощный такой телесный практик. И вот я, значит, вошла... Это какие-то индивидуальные занятия или это инстаграм-аккаунт, где все смотрят, какие упражнения делают? Нет, это про как раз вот эту вот гармонию психики и физики. Одно без другого не работает, как бы. Если ты находишься даже в обалденной спортивной форме, но у тебя психический дисбаланс, не будет гармонии. Не в теле, не вот в этом вот всём, в телесности. И точно так же тело может быть поддержкой, если у тебя там взаимообразно, понимаешь? И психика, и физика могут равновелико балансировать друг друга. Но я не знаю лучшие способы разгрузить голову, чем бег. То есть я в целом не спортивная, но бег – это просто лучшая терапия в конце рабочего дня. Причём мы с подругой бегаем, а наутром я вечером. И отправляем друг другу подтверждение того, что мы вышли на тропу. Да, это отлично. И вот она делает это с утра, но я с утра только устаю от бега. А вечером – это вот просто идеальный способ вынуть вообще все рабочие вопросы из головы, обнулиться. Это классно. Я к полуночи ближе. Я вернусь к разговору про вот эту вот терапию через тело, потому что когда со мной пытаются через мозг только заходить, я протестую, честно говоря. Мне это как-то некомфортно. Но когда это заход через тело, какие-то освобождающие практики, какие-то практики, где ты просто внимание своё направляешь в какую-то часть тела, ходишь по комнате и понимаешь, как у тебя меняется положение. Я настолько от этого далека, что я не понимаю, про что ты говоришь. Что такое освобождающие практики? Ну, например, вот если ты злишься очень сильно и не можешь как бы эти эмоции, ты можешь кричать в подушку, ты можешь колотить дубинкой стену, ну, дубинка сделана из полотенца, например, а потом ложиться в растяжку. Да, я так делаю. И через физику освобождаю эмоции. Или вот выписывать страницы, то, что делали зелёные богини, и то, что рекомендует есть целая книга про это. И это тоже классная практика. Она, знаешь, про что? Про контейнирование. Не всегда ты можешь там подругу нагрузить, не всегда ты в терапии находишься, у тебя есть какие-то специалисты, которые тебе помогают, а бумага и ручка у тебя есть всегда. И чтобы какую бы эмоцию ты бы не испытывал, ты садишься потоково, выписываешь как бы весь трэш или что-то там такое, что у тебя внутри. Сливаешь. Сливаешь. Просто никогда к этому не возвращаешься, выкидываешь эти страницы, но чувствуешь себя так более... Да. Подожди, я всё пытаюсь понять. Вот утренние страницы понимаю, а какие ещё практики? Значит, подушку покричала, полотенцем стенку побила. Да, значит, вот там же я получила задание каждый день танцевать 10 минут. Так ты и начала танцевать? Да, я вообще не фанат спорта, честно скажу. Там максимум бассейн, и все вот эти вот рутины и бег для меня тоже, всё это я не очень. Но танцевать я очень люблю. Я вообще родом из рейва, и как бы юность моя пришлась как раз на тот момент, когда электронная музыка вышла из андеграунда, и всю свою юность я протанцевала близко к источнику звука. И тогда я уже поняла, как это можно отключить мозг. Вот когда ты бежишь, ты говоришь про это. Примерно так же я себя чувствую, когда я стою в платной колонке, ну, на небольшом расстоянии. Тебе ритм проникывает? Да, ритм. Я чувствую телом в вибрации музыки. Я чувствую нереальную атмосферу, которая вокруг. Это такое и единение, и танец. И я когда, ну, как раз вот в те годы, заметила, что иной раз придёшь, ну, на танцах в клубе танцуют долго обычно, да, ты там 3-4 часа находишься в движении. Ночью, да. Сейчас это сложнее стало делать, но иногда я такое себя устраиваю, потому что я просто люблю. Расплата за это тоже есть некоторая. Это как раз про вот этот вот вопрос, как в 45 лет отношения с телом меняются. В общем, тусоваться стало немного сложнее, это правда. На следующий день, да, прошло? Да, на следующие 2 дня. Понятно. Ну, вот этот вот момент, когда тело в танце начинает двигаться интуитивно так, что снимаются какие-то зажимы внутри тела, и ты наутром просыпаешься счастливый, и тут устал, но счастлив, потому что как будто бы вот раскрепостился. И к разговору про танцы, про ту практику, которая ко мне пришла вот уже сейчас, значит, есть такой, прекрасно есть танцевальная корпорация Batcheva Dance Company. Это израильтяне под руководством удивительного совершенно человека Нахат Нарим, если я не путаю, правильно произношу его имя. Он придумал такой танцевальный язык, называется Gaga Dance. Эта история построена на микродвижениях, на изгибах, на... Показала крючками пальцев. То есть до такой степени микродвижения. Да, да, да. Это тренировка. Мне очень жаль, что вы не видите Любу, но на Любу надо смотреть, это от рада глаз. В общем, это очень такое естественное движение тела, которое доступно абсолютно каждому. В какой-то момент у Batcheva был спектакль, они приезжали с ним в Москву, когда сначала они танцуют, там огромное количество профессиональных танцоров, это всегда очень вдохновенно, потрясающую музыку, и в какой-то момент они приглашают в конце на сцену человек 25 из зала, представляешь? И стоит танцор Batcheva, и рядом с ним танцор из зала, 25 человек. И никто, ни один из них не выглядел глупо, нелепо, некрасиво, все были красивы, все могли танцевать, все выглядели потрясающим, местный кайф. И я, выйдя оттуда, поняла, это удивительный какой-то танец. Это какой-то непривычный танец, я никогда не видела это, поэтому я не представляю, как это. Это современный балет, ну, как бы контемпори, но вот этот вот его особый язык, гага-дэнс, который он придумал, это, конечно, надо посмотреть, передать это словами очень сложно, я вам рекомендую посмотреть. Гага-дэнс. Да, я вышла оттуда с ощущением, что удивительно, что я тоже так могу. Дальше случился карантин, и вся эта братва из Batcheva Dance Company делала уроки, бесплатные тренировки. Ты заходишь онлайн, танцуешь вместе с ним, они дают какое-то направление, там типа ложитесь на пол и чувствуете себя в спагетти. В режиме реального времени в поле? Да, да, да. Можно себя найти лежащим на полу и представляющим, что ты спагетти, который сначала на маленьком огне, значит, греется, потом это больше и больше. А потом закипело. Потом он хит закипел, и ты, значит, там закипел, потом вскочил. Это очень такая игровая практика про чувство себя в теле и про веселье, потому что это танец. И вот они делали такие бесплатные сессии, и самый кайф там был в конце. Включаются камеры, сначала идёт ведущий, а в конце на буквально, не знаю, 5 минут включаются камеры всех, кто там одновременно танцует. И ты видишь просто настолько разных людей, в таких разных локейшных, которые все обалденно двигаются, это заряжает очень. Ну и вот теперь они это делают всё платно. Карантин закончился, люди вернулись к работе, всё такое, и у них целое движение, такие вот онлайн-уроки. В день два сеанса. Ты можешь попасть на утренний, на вечерний, ты можешь это купить или смотреть в записи. Я вот в записи смотрю. Спасибо моим израильским друзьям. То есть каждый день ты танцуешь? Ну не каждый день, каждый день я просто не успеваю, но стараюсь каждый день. Иногда, если у меня есть время, даже два раза в день, потому что это настолько заряжает. Поскольку минут? 30-45. Нормально. Нормально, нормально. Причём это конкретная физическая практика. Вот прямо можно выйти оттуда совершенно вообще промокшим от усилий. А ещё там бывают такие моменты, когда они что-то говорят, и это является толчком к высвобождению каких-то эмоций. У меня было два раза, что я вдруг ни с того, ни с сего в процессе этого танца начинала дико рыдать. А мы не понимаем вообще, что происходит. А потом понимала, что просто вот я дотанцевалась до такого состояния. Зажим снялся. Да, снялся зажим, и со слезами это всё вышло. Слушаю это, и для меня это настолько вообще непривычно. Я даже немножко завидую, думаю, да, вот ты так вот это можешь прочувствовать. И когда мы готовились к эфиру и спрашивали наших подруг, как у них, было много ответов про танцы, про удивление от того вообще, как тело хочет танцевать, как оно вообще пластично, как оно реагирует. Для меня это, конечно, удивительно. Я вот не танцую, я пою. Пою, да. Я тоже пою. И есть потрясающий совершенно проект, называется Хор-Хор, где объединяется и пение, и движение. Я обожаю, эта девчонка живёт в Питере, она иногда приезжает в Москву и делает такие воркшопы. Это тоже прекрасно. Вообще, если мы говорим про женские практики, нет ничего более естественного, чем пение. Это же, ну, как бы от древнего мозга идёт, да? И действительно, если ты поёшь и делаешь это там плюс-минус технологично, то получается, что у тебя идёт энергия из малого таза, она поднимается в воздух, и всё это поднимается наверх, раскрывает тебе тут всё, разогревает внутри, и лицо разогревает, и всё. И если это делаешь... Какой ты научно подвела основу под этот кайф. Это абсолютно, потому что это и дыхание, и как бы усилия, и почему очень классно смеяться. Потому что, когда мы смеёмся, у нас там мышцы, которые обычно не задействуются. Вот когда мы поём, мы тоже какие-то такие мышцы внутри прокачиваем, которые, на мой взгляд, отвечают за женское здоровье стопудово. Да, извините, мой французский. Я искала, на самом деле, хор, в который можно было бы ходить регулярно. Это проект, про который ты рассказываешь. Я так понимаю, что он мигрирующий. Он приезжает на пару дней, потом уезжает. То есть, это нельзя в рутину превратить. Ну, если ты не в Питере живёшь. Уже нет, уже целых пять дней, как мы с Питером простились. Ну, в общем, это могут быть какие-то... Знаешь, вот ты говоришь, что тебе бег. Кто-то из наших подруг, которые отвечали на эти наши вопросы. У всех это очень индивидуальный маршрут. Кому-то нравится там одно, кому-то другое, кому-то третье. Кого-то увлекают операцией, для кого-то это вообще что-то такое невозможное. Понимаешь, кто-то красит волосы, кто-то ходит седой. Это всё равно как бы про личный маршрут. И вот этот вот личный маршрут взаимодействия с телом у меня, например, раскрылся вот в 40-45. Дорогие друзья, проекту 45+, для того, чтобы становиться больше и лучше, очень нужна ваша поддержка в виде лайков, сердечек, комментариев, пересылки друзьям и подругам. Давайте развивать проект вместе. Присоединяйтесь и ждём ваших реакций. Спасибо. А как вообще складывались твои отношения с телом в подростковом возрасте? Потому что мы с тобой, девушки, корпулентные. А ты какая была в юности? Ну, я никогда не была худышкой, прямо скажем. Но я очень хорошо помню, когда, значит, мне было там что-то лет 17, и это, наверное, была такая нежная, прекрасная форма. И я смотрела на себя в зеркало, думала, надо делать липосакцию. Я сейчас так ржу вообще на Дессе просто из того, где я сейчас такое. Но я хочу сказать, что вот эта вот фишка с рождением детей, каждый раз это было что-то невероятное, и там прибавляла мне, убавляла килограммы. Первая дочка во сколько лет родилась? Ой, это вообще в 21. Я вообще не поняла, что произошло. Ну, хорошо, что получилось. Ой, получилось классно. Да, не они все получились классные, и они все про тактильный контакт тоже очень сильные. В какой-то момент, когда болела ковидом, значит, я четко поняла, что когда ты испытываешь боль, и тебя бесконечно гладят, трогают, и вот телесный этот контакт, боль действительно утихает. Это поразительно. Потом, значит, я в какой-то момент... Вот это животные очень помогают, вот собаки и кошки, мне кажется, когда они... Ну, дети, ты же болела ковидом, такая безответственная мать. Ну, они все время валялись и все такое, да. Потом, значит, я в какой-то момент посчитала, сколько я времени в день провожу в целовании, обнимании, вот в этом на актильном контакте с детьми. А это, по-моему, у Гиппенрейтера есть что-то, там не менее 30 раз в день поцелуете ребенка. Ты считала? Ну, я считала, не сколько раз я их поцеловала, а просто вот как бы сколько раз там они меня зажимают где-то, или я их, и вообще, или мы там валяемся. У нас есть такая игра «Королевский бутерброд». Когда их четверо, вообще нормально распределено время. «Королевский бутерброд», когда мы, значит, все друг на друга напрыгиваем и потом заваливаемся, хохочем. Короче, два с половиной часа в день я проводила вот в таком... Где же у тебя столько времени? Ты два раза по полчаса танцуешь, два с половиной часа ты обнимаешься детьми, еще ты работаешь на пяти работах, учишься, преподаешь. Я не очень понимаю вообще, какие у тебя сутки. Ну, эти два с половиной часа, это были, собственно, сколько там, ковид уже года 2-3 назад у нас был, а сейчас они все стали такие более пубертатные, но все равно это как бы все лизуны страшные. И это меня наполняет на самом деле. Кайф. Это кайф, да. Это касается животных. Что-то я потеряла нить. Ну, на самом деле, ну, видимо, ты кинестетик. Вообще, вот ответы про объятия и поглаживание многие нам подруги тоже подбрасывали, что для них это важно, это тоже вот про телесность, это такая ингредиента серьезная. Серьезно, я согласна. Причем, ты знаешь, вот в 45 лет уже с собой сложились такие отношения, если у тебя нет мужа, там, и какого-то регулярного секса с партнером, или нет отношений, в постель не попадают уже мужчины, которые не прутся от тебя, и от которых ты сам тоже не прешься. Хорошая формулировка. Я не задумывалась об этом, но ведь это же действительно так. Это так, потому что ты уже как бы себя понял, и сам к себе так относишься. Все уже попробовал. Все уже попробовал. Эксперименты уже неинтересные. Ох, есть то, что вспомнить, нечего рассказать детям, это так называется, да. И не всегда бывает так, что ты согласен на какие-то компромиссы, даже если тебе очень хочется близости и телесности, но уже как бы не хочется растрачиваться на какую-то ерунду. Ну и как бы не хочется, знаешь, когда ты больше отдаешь, чем получаешь, должен быть тоже баланс, который важен. Так вот в эти моменты, когда там есть какой-то дефицит, который тебе не могут дать дети, какие-то энергии и все такое, я, значит, тут несколько раз подряд сходила на тантру. Это оказалось очень любопытное мероприятие. Это такие встречи, причем есть много разных людей, которые делают разного рода тантру, где-то там полный разврат, где-то это все так интеллигентно. Я, разумеется, тоже сходила, но провела я там время совершенно не с пользой, но так смешно. Я там подружилась с прекрасной девушкой, потом я подружилась с ее семьей, потом оказалось, что ее дочь, подруга моей дочери, и, в общем, оказалось, что там большая еврейская межпуха, мы стали прекрасно проводить время на кухнях за выпиванием. В общем, тантра прошла мимо, потому что еще дело было в Питере. В общем, мы сцепились языками и пошли смотреть авангардную башню Чернихова вместо того, чтобы делом заниматься. Тантра – это точно встреча с самим собой, и там есть возможность, да, действительно обниматься и получить вот эту, знаешь, мужскую энергию, иногда сексуализированную, иногда нет, но она всегда про твое собственное состояние и запрос. То есть ты можешь в любой момент остановить, уйти, если тебе что-то там некомфортно и так далее, но действительно это такая возможность закрыть дефициты, что ли, какие-то, которые есть в моменте, если они острые, это прямо помогает. И там, на этих антропрактиках, ну, понятно, там потом в раздевалках болтаешь с девчонками, там разный возраст, и мы там столько всего узнали, мамочки, какие бывают всякие разные приколы. Короче, даже если у вас нет сексуального партнёра, можно найти сто пятьсот всяких разных способов, кроме режима вибраций, как бы, как себя поддержать в физическом, таком эмоциональном и психическом здоровье. Но при этом я хочу сказать, что вот я понимаю, что для женщин нашего возраста секс, конечно, невероятно важная часть. Вот прямо, может быть, даже более важный, чем в молодости, честно. Это такой контакт и чувство уверенности в теле, как бы, это такой момент важный. Но на компромисс идти неохота, признаюсь честно. Наверняка у всех разные периоды, но всё-таки после сорока пяти хотелось бы, чтобы в начале чувства, потом секс. А наоборот, ну, правда, и некогда, и всё. Нет? Короче, разные бывают состояния. Окей. Ну, это индивидуальная, опять же, штука, потому что у меня просто был очень длинный брак, и там целые вообще сверхусилия, чтобы выйти из этих сложных, достаточно, но плодотворных, как мы видим, по количеству детей отношений. И дальше понятно, что вот я 15 лет прожила с мужем, потом вышла из отношений, и дальше мне, конечно, немножко снесло жбан. Высвободилась. Высвободилась, да. И это была тоже встреча с собой, надо сказать, неожиданная. Дальше я, значит, можно расскажу два реально смешных эпидемии? Да уж, пожалуйста. Ну, действительно, у меня есть там лишний вес, и 15 лет прожив с одним и тем же мужчиной, и здесь можно, кстати, сказать, что я вот в какой-то момент анализировала, что когда ты живёшь очень долго с одним и тем же мужчиной, вот эта вот интимная сторона жизни, она имеет свойство развиваться, наращивать и расширяться. Это прикольно, на самом деле, потому что до этого у меня не было, так сказать, такого моногамного подхода к этому делу, а тут я прямо поняла, как это может быть вот в паре там долго и так далее. Но, тем не менее, выйдя, значит, из этого всего... Можно ремарку? Ну, я в восторге от маркетингового захода секс-шопа «Розовый кролик», потому что у них на рекламных слоганах что-то про то, что это укрепляет семейные отношения. Мне кажется, отличный заход. Да, это хороший заход. Не докапаешься, да, это точно. Да, и я, значит, думаю, ну вот как же я буду теперь, вот я такая там плюс 20 килограмм, и то, сё, что же мне делать? И я решила, значит, выйти на сайт знакомств для мужчин, которые любят погорячее и там пухляшечек, прямо скажем. А что, есть такие специальные сайты? Это, конечно, трэш вообще просто тотальный, как бы жуткий трэшняк. Ну, я, значит, туда вышла на рынок, что называется, там 150 лайков, ни одного нормального мужика, и один был невероятно похож на моего любимого музыканта Амон Табина. Я такая думаю, вот это да, начали общаться. Ну, так более-менее сохранный мозг, всё такое. Значит, он, оказывается, фетишистом. Какие критерии нашего возраста? Ну, слушай, наверное, да. Значит, он оказывается фетишистом. Я думаю, прекрасно, раздеваться не придётся, вот это подарок судьбы. А дальше он просит фотку в полный рост, я её отправляю, он говорит, ой, ты какая-то худая. Вот это комплимент. Я так хохотала, я, наверное, неделю хохотала. Я говорю, слушай, чувак, это просто лучший комплимент эво. Теперь, как вот, я буду там есть четвёртая пирожная картошка, я буду думать о том, что я что-то какая-то слишком худая. Надо подкормить корпулентность. Это было, правда, смешно. Да, я согласна, что чувства – это очень хорошо, но иногда какие-то внутренние узлы можно развязать и с мимолётным партнёром. Ну, мимолётное чувство. Да. Ну, всё. Искра. Ну, искра, конечно. Конечно. Искра, феромон какой-то. Ну, подожди, а у тебя есть сложности с твоей формой и вообще с весом? Нет, вообще. Это настолько вот это вот всё материнство сделало меня настолько бодипозитив. Это просто невероятно. Это очень круто. Это раз. А два, всё-таки я вот пришла к сорока пяти к выводу, что, во-первых, на всякий товар есть свой купец. Это точно. Да. А ещё мужчины реагируют часто даже не на форму, а на энергию. Вот. Я тоже всегда стою на этой позиции, но это в последние годы. В юности так не было. Абсолютно. В юности у нас были какие-то там ещё путь принятия себя, поиск и так далее. Я, знаешь, очень запомнила. Я ходила в походы всю жизнь. И первый мой поход был в возрасте 12 лет. Мы пошли, по-моему, в Северную Осетию, и была неожиданная ситуация. Была весна, и страшно разлились реки, потому что, ну, было очень много снега, и все думали, что мы погуляем по зелёной травке, пособираем первые весенние цветочки. Дети в первый, там, самый простой поход пошли с руководителями, которых мы были младше, там, на 6 лет. То есть с руководителем 18, нам 12. А из-за сугробов, когда по верёвочке ходили, там, мальчики налево, девочки направо, в туалет, потому что просто такие сугробы и такие вот снежные завалы были в горах, реки так разлились, что невозможно было с моим ростом, например, просто перейти реку и не утонуть. И нас мальчишки 18-летние переносили на плечах. И я помню, как моя руководительница 18-летняя, стоя, значит, на берегу реки, а я дико стеснялась, думала, как это вообще, ну, мне 12 лет. Сейчас вот нас парни понесут на руках, думаю, как же так вообще. И мне Светка, Светка, привет, говорит, что ты стесняешься, я вообще вешаю 63 килограмма. И я подумала, в свои 12 лет, боже, я же тоже вешаю 63 килограмма. И вот с тех пор я это так запомнила, и у меня, наверное, в том числе еще мне не было интересно про тело, потому что тело, это вот всегда было что-то, в чем я не очень уверена, чего я стесняюсь, и это прошло, вот только вот меня отпустило, мне кажется, действительно, к 40 годам. Слушай, это культурная среда, потому что надо сказать, что наши родители, конечно, выросли во время, когда вся эта история была табуирована. Я смотрю сейчас на твоих детей, это вообще, это не то, что бодипозитив, это бодиэйфория какая-то, понимаете? Да, у меня такая же история. Они настолько свободные, они настолько разговаривают про это, и вообще, ну, там у меня дети уже достаточно взрослые, и у нас хороший контакт, откровенный, и то, как они себя чувствуют, то, как они описывают, то, как они, это совершенно другая история, это не настолько табуировано для них, они в этом естественны очень. А у нас было куча всяких разных стереотипов, каких-то их собственных родительских зажимов, которые они нам передавали, каких-то их собственных программ, что стыдно, что не стыдно, и вообще, как будто если поговорить с нашим поколением, вспомните, как мы к этому изначально доносили, там было очень много вот и какого-то стыда, и что-то такого, и, конечно, у нас там свой путь раскрепощения и своего такого видения вот этого всего, поэтому я считаю, что, понимаешь, это из семьи, из времени, из стиля. Короче, культурное наследие такое, которому расхлебали. Ну, очень прикольно, на самом деле, про то, как меняются критерии, там брови широкие, брови в ниточку, там сбрить с тела всё, что можно, нет, отрастить обратно, потому что снова в моде, там дорожку, не знаю, не дорожку, вот, ну, в общем, действительно, это так часто меняется, кардинально. Ну, знаешь, это про свой собственный стиль, вот, мы ещё не дошли до советов, но всё равно, понимаешь, это как бы про разрешение себе быть собой. У меня есть потрясающая совершенно приятельница такая Лиза Михайловна, квир-активистка, диджейка, и у неё, значит, история про вот отращивание волос в подмышках. Это такой стейтмент, понимаешь, и я в какой-то момент подумала, я хочу это попробовать. Слушай, это был реальный стейтмент, мне было как бы некомфортно, потому что это всё было некомфортно, но в какой-то момент я почувствовала себя просто такой, знаешь, свободной одолиской, что я настолько вообще над всеми вашими дурацкими стереотипами, у меня будут волосатые подмышки, ноги, и вообще я буду... У-у-у! У меня подход к процедурам с телом, что лучше однажды и навсегда, чтобы вообще не повторять, не мучиться и не тратить на это время. Поэтому я выходила на электроэпиляцию, начала с бровей, закончила всем телом, это заняло у меня там не один год, но всё, я об этом больше не вспоминаю никогда. Проще, мне кажется, так, потому что это всё снова и снова, там это дня в день, из месяца в месяц, ну нет, ну нет. Ну, это всё, короче, индивидуально. Ты знаешь, у меня тут в какой-то момент заволосился сынок, приходит в ужасе... Подросток? Подросток, да. Реально покрылся вообще просто плюшевый медведь. И он пришёл в ужасе, говорит, что это вообще? Я, говорит, хочу электроэпиляцию. Я говорю, ну ты что? Ну ты же, говорю, такой вообще... Короче, всё очень индивидуально, кому-то нравится, кому-то нет. Но тут история про разрешение себе. Разрешение себе быть собой, выбирать то, каким ты хочешь быть, волосатым, не волосатым, выщипывать брови, не выщипывать брови, закачивать ботокс, не закачивать. Это вот про самоподдержку и поиск наиболее комфортного и приятного для себя состояния теми путями, способами, методами, которые тебе нравятся, доступны. Вот как-то так. Главное только... Большое облегчение размытия стандартов. Мне кажется, что сейчас вообще линейка стандартов расширена. Очень срока. Выбираем. Да, да. Можно быть кем угодно. Главное – оставаться собой. По поводу вообще регулярных процедур спрашивали мы своих подруг. Вот есть ли какие-то у тебя рутины, которые ты практикуешь ежемесячно, которые твой кайф и обязательные какие-то вот такие моменты? Вот я просыпаюсь, когда утром, я делаю небольшой лимфодренаж. Я обязательно расчесываю голову, дергаю себя за волосы, глажу ушки, там всякое вот такое. Вот. Потом я танцую гагу. Подожди, в какой момент дети уходят в школу? До, после? Ты во сколько встаёшь? Они не мешают вообще-то делать всё, что я делаю. Они… Ну, ты же должна, наверное, там бутерброды, кашку с утра. Нет? Автономная. Автономная бригада. Ничего не должна уже. Ну, нет, я иногда должна растолкать, но они уходят там что-то без 15,8. Но тут такая фишка, что у меня там дети учатся все по-разному, поэтому всё время дома кто-то есть. Когда они уходят все из дома, вау! Я раздеваюсь до гола, включаю колонку на полную громкость и танцую голой по квартире. Это такой манифест, что я себе присваиваю пространство полностью. Это, может быть, прозвучит глупо, но это меня наполняет. Это бывает раз в три недели на 15 минут, да? Да. Могу себе представить, сколько радости это наставляет. Это точно. Конечно, жизнь у нас очень насыщенная, потому что хочется из этого же кайфажёрства, понимаешь? Хочется всё успеть. И вот этот момент, когда я пошла учиться в магистратуру, это, конечно… Расскажи, на кого ты учишься? Я учусь в МГПУ. И зачем ты учишься? Расскажу. Я учусь в МГПУ на программе «Педагог-исследователь городской среды». Я вообще-то занимаюсь вот про их соучастным… Серьёзными вещами. Городской средой, да. Я занимаюсь соучастным проектированием среды и событий. Это моя любимая девочка. Только всё-таки соучаствующим. Почему вы всё говорите «соучаствующим»? Не знаю, потому что, мне кажется, все пионеры в большинстве своём говорят «соучаствующие». Кто как бы очень много лет это занимается. Слово «короче». Там ещё есть адское слово «партисципаторный», которое вообще не каждый выговорит. Но не суть. Да. Я практик. Понимаешь, очень много лет занимаюсь этим руками. Всё это делаю и так далее. А тут, значит, мы вместе с моей подругой, архитектором Олера, пришли на эту программу. Во-первых, мы там получили язык, как говорить о том, что мы делаем академический язык. Во-вторых, мы поняли, что всё, что мы делали всё эти годы интуитивно, мы делали. Мы делали это по науке. Ты представляешь? И совершенно сменился фокус. Я поняла вот эту историю про ongoing education, про непрерывное образование. И получается так, что, когда я была маленькой, меня отправили учиться туда, куда мама сказала, потому что она сказала, никакой богемы в нашем доме. На кого учили? На юриста. Прекрасно. Где ты, а где юриспеденция? Это вообще, надо знать меня, вообще. Любые какие-то такие точные дела. Но так получилось, что она сказала, что не будет богемы в нашем доме, мама, и засунула меня в этот юридический институт. Ой, это прикол. Ну, чем я там занималась? Я была массовик-затейник. Я делала газету, дискотеки, капустники. Короче, занималась тем, чем я... Пользу проводила время. Нашла там совершенно невероятных друзей и подруг. Но юристам никогда ни дня, в общем, ничего такого не произошло. И сейчас, когда я сама выбрала что-то дикоинтересное, это поддерживающая тоже среда, которая создаёт мне миллион нейронных связей. И когда я ухожу учиться, это время для меня. Понимаешь, для себя собой. Это классно тоже что-то, какой-то такой момент, когда ты всё время кому-то служишь. Детям, семье, работе и вот это вот всё. Сообществом. Сообществом, да. А потом ты такой раз и делаешь что-то для себя лично, и очень быстро получаешь результаты и кайф. Короче, это тоже такой способ. Знаешь, вот многие говорят, вот сейчас гнездо опустеет, дети сейчас вырастут. В своём случае ещё лет 10 минимум, да? Ну, я вообще как бы даже не представляю, когда он опустеет. Потому что когда они там подрастут, уже внуки какие-то начнутся. Я не верю в то, что... То есть твои 15 минут уединения, ты реже. Нет, да. Но, тем не менее, вот этот вот момент, когда ты настолько самовлечённо живёшь и не оставляешь себя самого, вот эта вот учёба – это способ остаться самому себе интересным. Так, подожди. Ну, говорили-то мы про телесные практики. Про телесные, да. Всё-таки образование увлекает твой мозг. Да, да, да. А чем ты балуешь свою тельца? Я балую себя банькой однозначно. А где ты её берёшь? В городе? У меня есть несколько видов баньки. В деревне. Значит, мы с моей дочкой любим ходить в общественную баню, в Краснопресницкой бане. А, они красивые, да. Они классные. Ну, и вообще, мне нравится вообще концепт общественной бани, потому что ты смотришь на все эти женские тела. Такие разные. И понимаешь, какие все красивые все. Я обожаю людей, я обожаю женщин. У каждой своя энергия, у каждой своя пластика. Это очень наполняет. Но также у нас есть совершенно уникальное банное сообщество, которое ведёт моя драгоценная подружка Кать Каграчёва. Мы сегодня сдаём все имена, потому что я во всех предыдущих эфирах всё время замалчивала имена и думала, ну, может, людям неприятно, если мы их склоняем. А тут мы сдали всех. Но, в общем, если они не против, то я не против. Я надеюсь, что не против, потому что это все люди проводники, проверенные и благородные. Так вот, эта баня в Лапино, это такая малюсенькая избушка у запруды, и там есть чан и всё такое. И вот раз в какое-то время я езжу с маленьким таким сообществом в эту баню, и там и бубны, и песни, и пляски, и какие-то потрясающие, не знаю, можжевеловые венички. Короче, это такая эстетская и очень тонкая история про сонастройку. Ну, как бы не так часто, но вот такое я тоже практикую. Это прекрасно совершенно. Баня, конечно, это способ вообще... Вот у меня к бане какой вопрос? Я в целом очень за, но мне нужно сразу после бани в тёплую постельку, и желательно, чтобы это было на расстоянии двух шагов. Вот у меня сложность с краснопресненскими банями, после которых ты долго сушишь волосы, тепло одеваешься, особенно зимой, там, в пять слоёв. Это да. Ползёшь домой через холод и мрак. Это вообще не то же самое. Вот когда я у подружки на даче в пяти шагах от основного дома в баню иду. Это идеальная картина мира, да, конечно. Это супер. И ещё такие тёплые камни в бане нагреешь и с собой в постель заберёшь. Вот так нормально. В городе вот сложности у меня с этим. Я люблю вот это вот всё очень сильно. Такое тактильно-телесное, согревающее, какой-то массаж. Довольно часто я езжу к остеопатам, пользуюсь услугами остеопатов. Когда что-то кольнуло и заболело? Или для профилактики? Иногда для профилактики приезжаешь... Вот у меня есть, например, остеопат, который живёт вообще в Калининграде. Она приезжает редко, но она приезжает каждый раз, как магия какая-то, в какой-то ровно тот момент, когда мне прямо необходимо какой-то проход или волшебный пендель. И через телеску я его получаю, потому что есть остеопаты механические или там массаж механический, а есть остеопаты, которые чувствуют какие-то твои эмоциональные состояния, иногда дают тебе в разговоре ключи, которые меняют отношение к ситуации или подсвечивают тебе какие-то, знаешь, слепые зоны тебя самого. Это очень полезная история. Слушай, я уже про третью практику твою слышу, когда ты восстанавливаешь баланс, в том числе и ментальный, через тело. Абсолютно. Удивительный подход, потому что для меня вот именно визит к психологу – это такая норма жизни, и это моя зона комфорта, и это вообще супер вообще скорая помощь в каких-то экстренных ситуациях. Никогда мне не приходило в голову что-то иное, кроме разговора, как способ выхода из острых ситуаций. Ну, видишь, у меня всё наоборот. Я скорее через тело могу обрести возможность что-то проговорить, и для меня так намного эффективнее. Или там, например, вот танцовывать эмоции, или что-то такое выхаживать там. Ну, короче, через движение освобождать психику. Это всё всё равно про контакт, понимаешь, когда ты целостный. Потому что почувствовать, в каком направлении двигаться, найти какое-то решение, найти какое-то гармоничное состояние – это тоже какой-то путь поиска маршрута и так далее. И вот эти люди, которые встречаются на дороге, очень я ценю, когда... И к 45-ти у тебя уже есть такая армия помощников, понимаешь? Кто-то советует меня. Все свои. Свой остеопат, свой банщик. Да, свой банщик, свой герудотерапевт, свой гомеопат и вот это вот всё. От пиявок следы надолго. Слушай, ты знаешь... Я однажды попробовала, потом полгода не заживали. Расскажу вам невероятное. Ну, у меня немного по здоровью варикоз, и в том числе тазового дна. И я ставила пиявки во влагалище. Никаких следов. Какой эффект? Обалдеть. Это классный эффект, потому что разжижается вот эта застоявшаяся кровь. Ощущение, очень интересное ощущение. Могу тебе представить. Это классно. Ну, опять же, это не всем подходит. Я когда первый раз увидела пиявку, у меня была вообще паника и истерика, потому что мне это что-то такое не очень приятное. Но эффект от этого был супер оздоровительный. Во-первых, при помощи пиявок за полгода я избавилась от лютого ПМС. Это была жесть у меня после рождения младшей дочки. Вдруг начался ПМС. Я всё время стебала всех своих подружек, что вы там придумываете, какие-то у вас сложности. А тут я как бы две недели после месяца... А так и месяц прошёл. Ну да, и в какой-то момент, когда я поняла, что у меня какая-то неконтролируемая агрессия, ну, как-то очень странное состояние, я так пошла к акушерку. Акушерка-гинеколог, гомеопат. Удивительная совершенно есть такая. Нин Викторна Ильина. Дай бог ей здоровья, потому что из каких состояний она выводит. И вот, значит, курс пиявок и правильные там какие-то пилюльки. И через полгода я человек. Потрясающе. Не всем подходит. Я это понимаю хорошо. Я опять же говорю, что у каждого свой маршрут поиска каких-то вот вспомогательных практик или людей, которые там... Но всё равно это внимание к себе, внимание к своему здоровью, потому что здоровье – это огромный такой, знаешь, язык любви. Когда ты следишь за своим здоровьем, это не только про чекапы, а про чувства. В юности оно нам автоматически полагалось, просто можно было не обращать внимания. А тут приходится... Ну, вот это как раз возрастной спецэффект, что ты уже не можешь игнорировать. Игнорировать ты не можешь. Если ты игнорируешь, то начинает всё сыпаться или так вот встаёт асфальт тебе в лоб даёт. Короче, там разные есть вариантики. Кто-то руки-ноги ломает. Короче, если ты как бы сильно нарушаешь вот этот вот баланс со своим здоровьем, оно тут же даёт тебе сигналы и глупо к ним не прислушиваться. И корректировать, так сказать, на ходу какие-то свои маршруты. У тебя роскошные совершенно кудри до пояса. И ты выбрала не красить седину. Ты когда-нибудь меняла цвет? Да, в юности, конечно, я меняла. Я была чёрная, я была рыжая, хна там всё такое. Но это как бы где-то я до 30 всё это испробовала. А сейчас я себя настолько хорошо чувствую вот с этой сединой, она мне нравится. Дети приходят, гладят, говорят, мамочка, серебряные волосы. Ну, у меня пока ещё не так много этой седины, но она есть. И я вообще тот человек, который не ботокс, не шмотокс, это я всё... Мне нравится всё как есть. И какие-то такие вторжения в тело и в лицо. И мне это не очень-то. Но я не то, что я супертолерантный, я вижу, как выглядят там другие мои... Особенно есть у меня некоторые мамы моих подружек, которые вообще выглядят лучше, чем мы. Ну, и там видно все, так сказать, там следы усилий, вложений и так далее. И я очень, так сказать, восхищаюсь таким путём тоже. Но для себя это не мой маршрут. Я это всё не очень, так сказать. Мне нравится в этих морщинках, которые появляются на лице, в них столько любви и опыта. Я не могу... И смеха, в твоём случае смеха. Это точно. Ну, у меня счастливая генетика, потому что и энергетически вот этот вот... Там во мне много действительно сил. Я, может быть, там быстрее выгораю, и мне очень важно следить за тем, чтобы я отдыхала хорошо, спала хорошо, не брала на себя слишком много драм-кружок-кружок по фото, а мне ещё и петь охота. Но в итоге вот это вот приятие своего внешнего вида и какое-то отношение благодарное к тому, что я имею... Мне хорошо в теле очень. Толстая я не толстая, тонкая я не тонкая. Оно очень гибко меняется под состояние. Я влюбляюсь, у меня так... Минус 10 килограмм, и я лечу. Конечно, мне бы очень хотелось как бы найти ещё круче вот этот вот баланс здоровья, психики и физики. И я всё время нахожусь в маршруте, в пути в каком-то. И задолжала своему телу по ходу к сноматологу, возможно, или что-нибудь ещё такое. Но в целом, мне кажется, что я в балансе гармоническом. Я тебя смотрю, любуюсь. Но на самом деле вообще про современные подходы и вот про разность, я в романе «Щегол», по-моему, обратила внимание на такое выражение «русские зубы». То есть там у героя были русские зубы, потому что это же совершенно разные стандарты. То есть у нас стоматологи за естественность. То есть они поддерживают какую-то гигиену полости рта. Механические повреждения и всё такое. Да, но тем не менее, всё-таки сохраним максимум твоих зубов. Свет эмали лучше к природному. А это совершенно иной подход, чем в Америке. Мне рассказывала моя прекрасная стоматологиня, что её падчерица уехала на пару лет в Америку, приехала и стала делать себе фарфоровые зубы при, собственно, родственнице блестящем стоматологе, потому что она испытывала, кстати, я на какую-то неловкость, потому что она не соответствовала стандарту. И вот эта белозубая улыбка фарфоровая в Америке норма жизни. И к нам это тоже стало приходить. Для меня это большое очень насилие над собой. Насилие над собой. Понимаешь, вообще все эти стандарты красоты – это насилие над собой. Мне в этом смысле очень нравится вот это бодипозитное движение. Конечно, оно тоже имеет свои перекосы, как и все вот эти практики. Но в целом общая идея того, что любой человек красив, и это, ну, там, и телесно, и внутренне, понимаешь, как бы без баланса, опять же, вот этого внутреннего какого-то… Так часто бывает, что ты смотришь на человека, он может не соответствовать стандартам красоты, но он настолько красив, ты не можешь глаз оторвать. Или, например, у этого человека потрясающую сексуальность. У моей мамы была подруга, у которой была совершенно невероятного размера задница. Это просто, ребята, это просто какой-то просто… При узкой талии? Да, узкой талии и гигантский зад. И она пользовалась невероятным успехом у мужчин, потому что она была секс-магнит. Вот ты на нее смотришь, от нее идет такая энергия, ты не замечаешь ничего, кроме того, что вот она качает. Понимаешь? Я наблюдала такую историю, я поняла, что такое секс-бомба. Я ездила в командировку, будучи журналистом, много лет назад, ну, в какой-то город, типа, Сургут. С большой телекомпанией и с большим количеством каких-то поп-звезд и с большой тусовкой журналистов. И там была девушка, она жила со мной в одной комнате. У нее не было никаких выдающихся частей тела. Она была, ну, просто симпатичная девушка, корреспондент там одного из информагентств. И все телеведущие, звездные и не звездные, вот все стояли на коленях. Она шла по проходу в самолете. Там солист какой-то 30 лет популярной группы сворачивал головы. Вот прям натурально стояли на коленях, с цветами, стучались в дверь. Когда она вернулась в Москву, там, пытались отбить ее у жениха. У нее была тяжелая судьба. У нее очень рано умерла мама. А у папы была онкология. И это была очень сильная девчонка. У нее был младший брат. И она отвечала за младшего брата, за папу, за хозяйство, за работу, за все она отвечала сама. И у нее была задача выжить. И я уверена, что она меня не вспомнит, и мы никак не пересчемся. И, надеюсь, не услышат этот эфир. Но она меня спросила, вот, что бы ты готова была сделать, когда ситуация безнадежная? Что мама умерла, причем тоже от онкологии. Папа болен, брат маленький. Не понимаешь, где взять деньги. Зарплата корреспондента маленькая. И она пошла на панель. И она об этом мне рассказывала, что это был единственный способ быстро получить сумму денег на лечение. Вот это да. Это было до этого. Ну, то есть, потом получил отец курс лечения. Она продолжила работать журналистом. Она очень действительно была внутренне сильная и состраданием, которое она преодолела тем или иным путем. Во внешности это никак не отражалось. Но вот, видимо, вот эта вот внутренняя какая-то история, да, она распространяла какие-то флюиды повсеместно. И вот это выражение «секс-бомба», вот я поняла, что это такое. Потому что вот прям реально, как будто там она взорвалась и повлияла на всех вокруг. Понимаю очень хорошо. Это и про мужчин такое бывает, и про женщин. И ещё ты понимаешь, что есть такой момент, что вот именно тебе подходит какой-то человек, свои энергии, в его поле ты себя чувствуешь как-то вот волшебно. Такое тоже бывает, что такое совпадение, что вот, например, там вот именно моё поле супер влияет на кого-то ещё, и эти кто-то ещё примагничиваются. А ещё наши подруги в ответ на вопрос, какие у них отношения с телом, много говорили о том, как мы воспринимаем мир через разные органы чувств. Про ароматы, про ощущения гор после дождя. И на самом деле вот этот вот главный такой кайф от тела, что оно такое вообще разнообразное даёт нам восприятие. Скажи, потому что удовольствие – это же не только через секс или через еду или что-то. Нет, ты увидел что-то, услышал что-то, почувствовал ветер в волосах, и вот это всё. На велосипеде едешь, вокруг красота, комплексное удовольствие. И, конечно, тело в этом смысле стопроцентный источник, и сенсорика – это такая отдельная штука. Почему вот у детей эти сенсорные игры вызывают такой восторг, и так развивают вообще ребёнка? Это же остаётся на всю жизнь в итоге, правда? Воспринимчиваясь к таким вещам. А скажи мне, у тебя есть какие-то особые отношения с едой? То есть то, что внутри твоего организма, ты контролируешь? Потому что мы начали с зелёных богиней. Это было как раз про контроль того, что попадает внутрь организма. Так, ну тут такая история, что у меня есть такая фишка, что в моменты эмоционального упадка еда становится опорой. Это проблема, потому что... Как ты красиво сформулировала. Ты знаешь, ну это периодами тоже происходит, потому что иногда тело хочет заземлиться, не знаю, вот весь этот живот, который у меня тут есть, он, правда, какой-то защитный... Спасательный круг. Спасательный круг, да. И я головой понимаю, что это такое. И в процессе вот этой эволюции своей собственной возвращаю там как себе эту форму, и форма живота меняется от того, как я там двигаюсь, и вот это всё, но не от того, как я ем, что удивительно. Вот, но что касается еды, я заметила такую вещь, что когда я убираю из рациона хлеб и сахар, у меня становится в 150 раз больше энергии. И, ну, иногда бывает такое, что случаются какие-то там сахарные припадки. Ну, поскольку я, как сказать... Ну, недолгие, то есть ты в целом исключила эти продукты? Да, я стараюсь не есть сахар с такой, но у меня есть свои там guilty pleasure с копченой колбаской, никак не могу перебороть себя. Но, с другой стороны, если, так сказать, договариваться с собой, что вот я там всё время в ограничениях каких-то или что-то, мне это наносит больше ущерб, чем когда я себе разрешаю тортик или колбаску вообще. Поэтому, да, я бы хотела питаться более правильно с точки зрения регулярности хотя бы, чтобы это было так не раз в день, там, и вот это вот всё. Раз в день вечером? Ну, да. А чтобы это были какие-то приятные ритуалы и всё такое. Но как бы тут ещё вот эта вот еврейская история, что еда – социальный клей, и я вкусно готовлю. Сущая правда, да. Да. И поэтому дом у нас тоже, проходной двор и вот это, и у нас как бы часто бывают застолья, и это, конечно, откладывается. И отпечатки на фигуре. Застолья откладываются. Я люблю и поесть, и приготовить. Я как-то понимаю, что же, да. А вот среди ответов, которые мы получили на вопрос, что для себя телесность, был такой – комфортная цифра на весах. Да, я помню этот ответ. Бывает наоборот. Бывает наоборот. Да, что вот именно ощущение лёгкости, в том числе, там измеряемое килограммами – это вот зона комфорта. Зона комфорта. Да, я помню там, знаешь, эти ответы, которые мы получали, там было некоторое количество женщин, которые вообще вот на имиджевых каких-то штуках заточены были. Даже не про ощущение себя, а именно то, как я выгляжу. Ну, это вопрос внутреннего ощущения. Ну, и вот то, что мы про стереотипы с тобой говорили. Классно, когда они не давят, когда ты это делаешь из любви к себе, а не потому, что ты там хочешь какому-то стандарту соответствовать. Вот так мне больше нравится такой маршрут. Ну, подход правильный. Ну, кстати, про цифру на весах ответила моя подруга, которая помогла мне избавиться тут от лишних килограмм, потому что это она получает в WhatsApp все фото моей еды. Это моя крутая группа поддержки. Я тоже участвовала один раз в марафоне, где была вот такая группа, куда все скидывали еду. Мне кажется, она очень быстро стала эта все лень. Мне кажется, что в большой группе это сложнее, чем один на один. Вот мне комфортно бегать с подругой, делясь комфортно, едой обмениваться с одной подругой в диалоге. Вот у меня есть поддержки по разным темам. У нас в конце каждого выпуска три совета от гостей. Первая история, я считаю, что нужно быть в контакте и слушать себя, интуицию, и, может быть, даже создавать какие-то ритуалы, где ты остаешься один. Все что угодно. Соленая ванна на два часа или прогулка. Так, чтобы это было без гаджета, без всего. Чтобы просто настроиться с собой, понять, в контакте ты или не в контакте, в теле ты или не в теле. Дальше история про двигайся и улыбайся. Иногда такое ужасное настроение и состояние, и просто натягиваешь улыбку, и как будто бы мозг получает сигнал, что всё, в общем-то, неплохо. Она же улыбается, ну, значит, действительно, и день хорош, и, может быть, и она не такая уж там зачуханная бабка. И третья вещь. Ну, про движение понятно, да, что это, конечно, определяет. Это движение и телесное, и движение жизненное. Потому что, когда ты не развиваешься, мне кажется, что это очень быстро. Мы же видим множество родителей наших друзей, которые в какой-то момент перестали двигаться вперёд и основательно закислили. И перестали двигаться в принципе. В принципе. В том числе и легли на диван и уже не встали. Да, что это не только про лежание, а это ещё про какое-то движение души и тела и так далее. И третья вещь, которую я считаю основополагающей. Нужно быть благодарным. Вот это как позиция. Благодарным за то, что ты уже имеешь. Благодарным себе, что ты всё время стараешься быть ещё лучше. Благодарным. Я про тело говорю. Благодарным, что есть поддерживающая среда, что есть люди и друзья, с которыми даже если у тебя нет сексуального партнёра, ты можешь с друзьями обниматься, и они тебе восстановят баланс какой-то и вот это вот всё. И вот из этой благодарности жить всегда настраивает на какое-то очень правильное восприятие мира и себя в нём. Вот так. Прекрасно. А у тебя есть напасть свежий анекдот? У тебя всегда есть. Стоит ли говорить с подростками о сексе? Да, узнаете много нового и интересного. На этой ноте подкаст «45 плюс» прощается с вами. У меня была в гостях витальная и фертильная. Моя любимая Люба Курарий. Откуда это выражение? Витальная и фертильная? Это мы срокаль придумали такой. Чатик такой есть, да? Не чатик, нет. Ну, да, это какое-то такое внутреннее погоняло наше срокаль, что мы витальные и фертильные. Так и есть. Люблю тебя. Спасибо, дорогие слушательницы, что вы были с нами. Обратите внимание, что в конце выпуска на платформе Apple Podcast можно поставить звёздочку. В Яндекс.Музыке можно поставить сердечко. Ещё нам можно написать комментарии, можно дать ссылочку своим подругам. Мы, как начинающий проект, очень заинтересованы в обратной связи. А у Любы позитая рука как в классе. Как в классе. Студентка Люба. Слушайте, по скриптум. Да, я когда начала слушать этот подкаст, я подумала, что если бы я его услышала в 30, перед тем, как прийти в свой 45, это было бы для меня крутейшим вообще кладезь знаний. Поэтому я благодарю, на самом деле, всех женщин, которые уже приходили сюда и рассказывали. И те, которые уже придут, и тебе за то, что ты это делаешь. Потому что это тоже группа поддержки. И это тоже вдохновение. И не всегда я там согласна с тем, кто к тебе приходит. Иногда у меня там даже внутренний конфликт. А у нас все гости разные. Да, да, все гости разные. Но это всё равно платформа для размышления такое что-то. Мне кажется, несогласие как раз вот нескроет вызывает. Ты начинаешь внутренне спорить. В общем, спасибо. Пожалуйста. Мне большое наслаждение, конечно, делать этот проект и видеть себя в этой прекрасной студии. На всём прощаемся. Класс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok